Инсулин самая страшная вещь, инсулин всех убьет, инсулин причина всех проблем, а то, что люди жрут как синие, и потом у них порабатывается инсулинорезистентность. Ну простите меня, но не виноват инсулин. А ваши родители, их родители, ваши бабушки и дедушки, их предки, вот кто вина отсутствия культуры питания. Правильные инвестиции в Россию это покупать, мне кажется, топливо. Топливо всегда дорожает. Доллар падает, дорожает, растет, дорожает, нефть дешевеет, бензин дорожает. И наоборот, в общем, если бы мог, покупал бы бензин и потом перепродавал. Он же всегда будет дорожать. Привет, друзья, пока заправляюсь, пришел записать ролик. Сегодня очень мало поел на завтрак, проиграл все утро с ребенком, поэтому заехал, короче, в Теремок, затарился едой. У меня здесь два борща, блин, греча с рубленым мясом. Тут просто квас. Ну а тут еда лежит. Я, короче, блин, собираюсь хавать за рулем, потому что голодный. Гречка уже на работе. Кому интересно, что я снимаю? Большие ролики. Это Canon GX7 Mark III. Втыкается микрофон в камеру. Это, короче, очень круто. Прикиньте, в бак влезло. В бак влезло. У нас 78 литров. А если попрыгать? Если попрыгать, то еще влезет. Давай хотя бы 80 наберем. Наберем 80, давайте, как думаете? Я думаю, наберем. И все нормально. Дальше трамбовывать не будем. 80 литров. Если что, короче, хватает по пробегу. Если в моем режиме езды, ну, где-то там на тысячу километров. По-моему, очень даже неплохо. То есть в Москву можно прямо на изи стартовать и заправляться только там. Видите, у меня почти периодическое голодание. Утром было одно яблоко в коктейле, горсть ореков, две порции изолята и вроде бы немного замороженной клубники. МСТ масла и лецитин по черпаку. И обед вот там сейчас прям будет лютый. Не знаю, сколько калорий, без понятия по теремку. Но должно быть сытненько. Привет, Акать. Я, конечно, на 100% не уверен. Не уверен я, что знаю дорогу. Но ничего. Я думаю, что не потеряюсь в любом случае. Сейчас я поеду в офис. Практически вот прям полный, полный, полный бак. Вышло 4 рубаса. 4 рубаса, что вообще, короче... Я не вспоминаю какие-то там вообще очень юные годы. Вы же помните там, что вообще копейки стоило все 10 лет назад. Прям вообще топливо было такое в разы более дешевое. То у меня сегодня по плану. Если у меня без тренировки. Вчера я тоже без тренировки, потому что праздновал день рождения. Вчера вы все активно опустошали казну. Казну генетика. За счет огромной скидки. Я, ребят, рад за всех, кто успел. Вот. Еще мы сейчас запустим параллельно вторую акцию. Со скидками на выделенный ассортимент продукции. Генетик Лаб. Мне кажется, я выехал. Там нельзя было выезжать. Но получилось очень быстро. Кирпича не было, если что. Вот. Ну, просто, судя по тому, как выглядела дорога. Дорога была не для этого. Будет скидка 40% на сайте. Просто в разделе акции. Начнется она где-то 8 августа, я думаю. Кому надо, все не пропустят. А кому не надо, тем не надо. Поэтому не надо, раз не надо. Буду хавать, блин, сейчас подложку достанем. А у вас машинетор поможет у меня или нет? Или я один такой? Что-то я вообще не туда поехал. Совсем пипец. Туннель. Просто идиот. Надо было навигатором воспользоваться. Учите на моих ошибках. Вот сколько раз себя... Длиннющий туннель-то какой. Сколько раз себе говорил. Собираешься ехать, не уверен, посмотри навигатор. Даже знаешь дорогу. Ну, включи навигатор, посмотри пробки. Ведь может тебя это реально спасти. Спасти столько времени. Но нет же. Каждый раз, ввиду своего повышенного, видимо, интеллекта, на одни и те же грабли наступаешь. И вот едешь неизвестно вообще просто куда. Остров Белый. Терминал Святого Петра. Поеду-ка я отсюда лучше куда-нибудь. Потому что я начинаю переживать. Но места, кстати, красивые. Тут бы фоткаться приехать. Блин. С картофельным пюре. Мясо рубленое. Сыр, лучок. Брать не буду. На вкус-то неплохо. Насколько я знаю, цветочувствительность вот у экшн-камер не очень хорошая. Потому что матрица маленькая. И это, на самом деле, со мной проблема. В основном, днем-то картинка потрясающая. Ну, мне очень нравится. Вроде бы и сочно, и красиво, и все здорово. Ну, вот чуть-чуть темно, и сразу какая-то фигня. Там порт. Какая-то безумно огромная свалка. Железяк. Интересно, кто там железяки привозят? Куда-то на утилизацию, что ли? Или мы продаем кому-то металлолом? Они нам потом из металлолома продают машины. Тоже вариант, кстати. С попыткой номер два, без навигатора, найти дорогу. Даже по знакам можно ориентироваться. Я еще не так плохо. Не так плохо. Ну, я их не доел. И, кстати, было неплохо. Квасом запил, вообще пушка. Не должен ролик быть пустым. Шутка про бензин, конечно, смешная, наверное, что он дорожает. Но этого маловато для ролика. И того, что я схавываю два обеда из теремка, тоже мало. Хотя, в принципе, сегодня уже нормально по рациону. У меня утром выбрал коктейль. Очень высокобелковый. Немного ягод, яблока. Пищевые волокна получаются. Немножечко углеводов. Орехи, полезные жиры. Лецитин, МСТ масла и омега-3. Позавтракать я хотел. Просто забегал с ребенком и не успел. Навстречу опаздывать не люблю. Поэтому решил, что еду себе просто куплю. Итак, приобретеной мной был блин с рубленым мясом. Гречка с рубленым мясом. Две тарелки борща. И, собственно, квас. Два больших обеда. Называется обед сытный. По составу, конечно, не считая блинов. Блины, конечно, наверняка тесто там из хлама. В остальном еда очень неплохая. Довольно-таки, считаю, нормально. Бладает пищевой ценностью. Что-то близкое к домашним. И получится вот сейчас час дня практически. Это первый прием твердой пищи. И я его забью на работе сразу же двумя порциями еще протеина. Как только все это доем, то, что у меня едет в автомобиле. Очень много сейчас разговоров про периодическое голодание. Про его пользу. Про, так скажем, сокращение приемов пищи. Про снижение уровня инсулина. Про борьбу с инсулинорезистентностью. Сейчас все читают книжку Джейсона Фанга «Дикий гормон». Я ее прочитал. Она мне понравилась. Она толковая. Но, друзья мои, почему все такие однобокие, узколобые? А может, не все ее читали? Наверное, посмотрели видеоролики в ютубе. И все бросились бороться с инсулинорезистентностью. Причем даже люди стройные. Ребят, у вас ее нет. Написано в книге Джейсона Фанга о том, что инсулин самая страшная вещь. Инсулин всех убьет. Инсулин причина всех проблем. Но это не так. Инсулин чудеснейший, мощнейший, полезный, нужный гормон. То, что люди жрут как свиньи, и потом у них вырабатывает инсулинорезистентность. Ну, простите меня, но не виноват инсулин. То, что сахар всех убьет, а сахар такой страшный. Я ем сахар. Ну, мало, конечно, редко, но я ем там и мед, и что-нибудь еще. И все в порядке. И это опять же значит, что отсутствие культуры питания. Ваши родители, их родители, ваши бабушки и дедушки, их предки, вот кто вина, кто является виной. Отсутствие культуры питания. А современные пищевые технологии, попытки корпорации заработать много денег, помноженные на отсутствие знаний о питании, и приводят ко всем страшным заболеваниям, связанным с ожирением. Ожирение – это страшная болезнь. Жир – это активная клиточная масса. Это нужно понять, это нужно принять. Нужно с головой осознать, что фраза «бодипозитив», то, что человек должен себя любить жирным, не совсем верна. Человек должен себя любить, ценить и уважать. Если человек себя любит, он будет желать жить долго. Он будет желать жить в красивом теле. Если он любит своих окружающих, он будет стремиться сделать так, чтобы, ну, наверное, при виде этого человека на пляже людей-то не тянуло блевать. Ведь у нас так интересно, да, курить в общественных местах нельзя. Ну, это нарушает, да, защиту от табачного дыма населения. Это очень здорово, мне это очень нравится. Уже сам я человек не курящий. Но я, в принципе, не против сигарет, вы знаете. Ну, кто хочет, пусть курит. Это его личное дело на 100%. Но я не хочу, чтобы он нарушал мою свободу, моё дыхание, мой чистый воздух. Выделенные помещения, курилки – это всё здорово, это верно. Это тоже касается человека жирного, который уже такой, прям, знаете, который кажется, что у него, этот, чужие под кожей размножаются. Ведь на это смотреть противно. Ну, будем говорить, будем честными. Ну, или хотя бы я, можно, буду честным с вами, с моими друзьями. А это ужасно, это отвратительно. И человека жалко. Хочется, чтобы он был здоровым. И хочется, кстати, ему, а давай, ты можешь вылечиться. Ты можешь избавиться от этого всего. В огромной степени ты можешь начать активно двигаться. Ты можешь, если ты жирный мужик, ты можешь однажды увидеть свой писюн. Однажды, представь себе, чудо такое. Утром ты увидишь писюн, а не живот, который свисает до колен. Возможно, какая-то девушка с лишним весом сможет забеременеть. И это будет самое главное женское счастье. Ну, одно. Одно из моментов, наверное, таких счастьев и целей для многих. Кто-то в профессии реализуется, это дело личное. В общем, ожирение – страшная вещь. И действительно, оно у кого-то вызвано инсульнорезистентностью и гормональными сбоями и метаболическим синдромом. Но это меньший процент. Сейчас все пытаются быть суперумными. Кричат, подсчет калорий – фигня, дефицит калорий – фигня. Друзья мои, почему же фигня? Почему огромное количество чемпионов мира по бодибилдингу, прекраснейших девушек в различных номинациях выходят стройными, подтянутыми, держат форму круглогодично, рожают детишек здоровых. И это куча таких девушек-спортсменок. И все у них хорошо. И они не боролись с инсульнорезистентностью. Они всего лишь кушали овощи, кушали чистые, здоровые белковые продукты. Кто-то ел молочку, кто-то не ел, кто-то ел мясо, много грудок. Кто-то не ел мясо, обокадился яйцами, рыбой. Кто-то даже в легких категориях девушки справляются с вегетарианским, даже веганским рационом. Конечно, что уже посложнее. В частности, во время беременности я бы, наверное, не рекомендовал придерживаться такой диеты, именно с заботой о плоде. Но все-таки, смотрите, эта система работала. Работала просто, там, сколько, 70 лет, и будет работать. И все начали с ней воевать, потому что все хотят хайпа. Всем нужно усложнить. Я считаю, что эта система замечательно работает и рекомендую от нее не отказываться. Приумножая эти знания на современные находки науки, на современные теории и понимание того, что у человека может быть инсулино-резистентность, конечно же, это важно. Конечно же, важно современное осознание эффективности кето-диеты для сброса лишнего веса. Друзья мои, у меня есть к вам просьба. Если у вас есть мысли по этому поводу или вопросы, то пишите их в комментарии. Я их разберу, это поможет мне и наведет меня на дальнейшие ролики, которые касаются контроля веса человека. Формирование его пищевых пристрастий, рекомендаций по контролю веса. Ведь зачастую контролем веса можно назвать и набор. У меня были в моей практике люди, которых была проблема набрать. Они ждали, мечтали, хотели как бы поправиться. Больше размышлений в этот раз моих автомобильных. Если интересно было, поставьте лайк. Мне будет, как обычно, приятно и ценно. Ой-ой-ой, чуть не уронил. А теперь еще важный опрос. Давайте с вами решим. Потому что, ну, я, конечно, грязная тачка, ну, костина тоже. Давайте так. Вы за... Вы за из-лайн? Или вы за... Где там надпись-то у него? Рлайн. И какой цвет круче? У кого пушка-гонка более пушечная и более гоночная? Давай-ка нажимай вниз за какой красненькая или серенькая. Пиши. Какую бы вообще тачку выбрал бы ты. И все, друзья, всем пока. До следующего выпуска.